Слава Вешне Богу 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 утверждалась на нашем земле и вера, и патриотизм, и труд, и слава нашего Отечества. С праздником! Личность Федора Федоровича Шакова, она такая была самобытная, я бы даже сказал, не характерная для типажа 18 века. Хотя много было ярких личностей в 18 веке, но они были единицы, это были такие звездочки, я бы даже сказал, звезды, в хорошем понимании. Это вот яркие звезды Суворов Александр Васильевич, Потемкин Григорий Александрович, и вот среди них и Федор Федорович Шаков. Вот в сражении при Федонисе командующим флотом был контр-адмирал Войнович, а авангардом командовал Федор Федорович Шаков. Значит, в нашем флоте было два линейных корабля, а в турецком 17, то есть 17 против двух. Причем Войнович остался в середине строя и не решался вступать в сражение. Вообще говоря, смысла, вот по формальному признаку, смысла никакого вступать нет, с 17 кораблями воевать, да? А Ушаков с двумя фрегатами пошел на турецкого флагмана, на два турецких линейных корабля, и к которым присоединился флагман. Так они заставили выйти их из боя, и когда турки увидели, что флагман их бежит, повернули и все ушли. То есть два фрегата, один линейный корабль заставили покинуть поле боя целый турецкий флот. Мы родились на той земле, на которой уже был рожден великий человек, святой, святой воин. Вот, и этим можно только гордиться. Значение очень большое, большое, потому что это как совесть, это как Божий дар. Надо все время оглядываться, можешь ли ты в своих действиях, после своих действий упоминать это имя. Мы вправе говорить о том, что земля, Рыбинская земля, Ярославская земля, вот родила таких людей, таких как Федор Ушаков, которые, по сути, творцами российской истории являлись. Я уже не говорю о флоте, но и о том, что вообще происходило в России. Вот это и создание южного форпоста морского, Севастополя, это и черноморские бои, это бои на Средиземноморье, то есть это все то, что прославило Россию, русский флот, и Рыбинск в том числе. Рыбинск в том числе. Рыбинск в том числе. Звучит песня. ПЕСНЯ Мощи святого праведного воина Феодора на Рыбинской земле, на своей родине, и потом они прибудут с Севастополь. И для меня это такая, ну не знаю, духовная подпитка. Мне кажется, что сегодня мы все молились о том, чтобы воин Феодор защищал эту землю, Россию Великую, но он всегда в Севастополе. Он нас защищает, неустанно. Не только просим, но благодарим. Благодарим за все, что нам дано. Благодарим за то, что мы вернулись в Россию. Благодарим за то, что у нас мир. Благодарим за то, что Севастополь всегда будет городным героем. А без наших великих адмиралов это невозможно. Я впервые вот на берегах Волги, в том месте, где крестился святой воин Феодор Ушаков, такой духовный центр, духовный скреп тоже России. Мне кажется, это очень важно, что от Балтийского моря до берегов Волги, потом к Черному морю. Вот это единое пространство, которое окорбляется и освящается святым воином Феодором. Спасибо вам за то, что вы делаете для сохранения его имени. Огромное спасибо. В первую очередь это промысл Божий и молитвы святого праведного воина Феодора, который позаботился о том, чтобы на его родине был праздник, было его прославление. Уже ежегодно мы проводим фестиваль духовно-патриотической песни на родине в селе Хапылева. И в этом году, 6 августа, был назначен этот фестиваль, но 5-го к нам прибыли гости из Кронштадта, Санкт-Петербурга. Со своей программой. Это было начало праздников. Рыбин встречал их, мы совершали молебны, была конференция. Затем фестиваль, который тоже привлек много желающих и гостей из разных регионов. Это и выступающие, это и участники фестиваля. И, конечно, центральным, наверное, событием для нас было принесение раки с мощами святого праведного воина Феодора, который шествовал по всей матушке России, с Анаксарского монастыря до Севастополя. И, конечно, Рыбинск был первым местом, первой остановкой. Думаю, что рыбинцы с любовью встретили святого праведного воина Феодора. И была торжественная служба. Феодор Феодорович своими останками посетил могилу родителей, храм, где он крестился. Это было таким духовным подъемом, праздником для всех нас. Думаю, что Феодору Феодоровичу, праведному воину Феодору мы стараемся воздавать должную хвалу и честь. И все возможное от нас мы стараемся делать. В нашем городе открыт музей праведного воина Феодора, бульвар назван его именем, администрации. Да и все жители города стараются, что возможно, сделать для прославления этого имени. Благодарю и администрацию, в первую очередь, города Рыбинска, Рыбинского района и даже и нашего губернатора, который поддержал, полномочного представителя Центрального федерального отрока, который также поддерживает все наши начинания. Поэтому общими усилиями, всем миром, думаю, что это место будет восстановлено и оно должно жить такой полноценной духовно-патриотической жизнью. Ни государство, никакая территория развиваться не может, если не учитывать в этом развитии, в работе, направленной на развитие тех традиций, которые когда-то были на территории, опыт тех людей, их опыт жизненный, их заслуги для того, чтобы выстраивать это будущее. Вот если этого не учитывать, наверное, успешно развиваться не может никто и ничто. Благоустраивая эту территорию, мы все-таки должны сохранить ее первозданность, потому что и для всех, кто посещает ее и участвует там в мероприятиях, наверное, есть вот эта загадка, вот та эмоция, которая потом способствует тому, что хочется об этом что-то узнать побольше, поближе. Вот. И, конечно, самая главная наша мечта всего Рыбинского района, чтобы когда-нибудь общими усилиями, усилиями людей разных уровней, которые могут это сделать и федерального, и регионального, и местного, это восстановление храма. Абсолютно все, практически все уверены, что процессами финансирования возрождения храма занимается епархия. То есть мне неоднократно все говорят, ну вам же епархия деньги дает, почему вы ничего не делаете? Я разложу руками и говорю, епархия не дает денег. Это мы даем денег епархии, потому что мы, собственно, ее составляющие, мы ее поддерживаем. А у всех, ну как, это, мне кажется, привычка, осталось такое понимание советских времен, что есть государство, есть там те же памятники, государство на них заботится. Ну, соответственно, сейчас передали церкви, стало быть, церковь заботится, церковь выделяет деньги, стало быть, патриарх откуда-то изыскивает там миллиарды, и вот дальше передает епархию, а епархия на эти деньги восстанавливает храмы. То есть абсолютно логика одинаковая. То есть люди убеждены, что вот несметные богатства, которые чисто по неродению там отдельных священнослужителей, они не доходят до храмов. В то время как ситуация совершенно обратная. То есть только на подаяние искренних людей, добровольцев, храмы так или иначе восстанавливаются. За тем редким исключением, когда в дело вступает, опять же, не епархия, а, собственно, государство, то есть к которому тоже относятся, в том числе вот этот памятник, он является памятником федерального значения, то есть практически самое ценное, что у нас есть, не ЮНЕСКО, конечно, но тоже федеральный уровень. Первое, что нужно сделать, это обязательно восстановить храм. Храм Богоявления, где это в деревне, в селе Хапыльёво. Наверное, надо, не наверное, обязательно надо будет поставить небольшую часовинку в Бурнаково на месте непосредственного рождения. Поставить часовинку на сам остров, где раньше находился монастырь. Ну, много идей по развитию. На самом деле уже составили некоторую концепцию развития самой территории в Хапыльёво. Я не рассматриваю Хапыльёво в отрыве от Рыбинской и вообще всей земли Ярославской, потому что Хапыльёво – это точка на карте Ярославской области. Точка приближенная к городу Рыбинскую, поэтому здесь говорить только о восстановлении вот этого места крещения, места рождения неправильно, потому что здесь эта история общероссийская. Годный крестный ход в Гронштадт-Рыбинск, посвященный 15-летию со дня начала прославления Святого праведного воина, адмирала Фёдора Усакова, прибыл! ПЕСНЯ 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 Как Евгений Петрович хотел, у него была задача донести то, что нужно сохранить этот треугольник, ансамбль в таком нетронутом виде, как Бурнакова, Алексеевская, Хапулева, такую заповедную зону организовать, чтобы никакая внешняя современная инфраструктура туда не вникла. Сохранить первозданные долины, чтобы вид не испортить. Чем можно испортить вид? Современным одним домом. Благословение си Господи, Боже, Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое, поверьте о них. Будьте, Господи, милость Твоя над нас, святоже у Бога, повнотя. Благословение си Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословение си Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословение си Господи, научи меня оправданием Твоим. Господи, прибежище, вырвеси на род и род, азре. Благословение си Господи, помилуй меня и сели душу мою, явно согреши в Тебе. Благословение си Господи, Тебе прибегут, научи меня, творите волю Твою, явно Твою, явно Твою, явно Тебе, источник живота, Благословение си Господи, помилуй меня и сели душу мою, явно Тебе. Благословение си Господи, помилуй меня и сели душу мою, явно Тебе. Мощные березы были, которые на дрова уехали на отопление во время войны, в Москву отапливали. Ну, тоже это нужное дело. Природа все равно свое берет и восстанавливается, слава Богу. В общем, место красивое между Хапулевой и деревенькой, оно вообще запоминающее. Не знаю, как вот, там есть такой маленький ручеек, Голованчик называется, вот. И как только его пересекаешь в сторону деревеньки, там абсолютно попадаешь, как будто в какое-то райское место такое. Там вот эта вот травка воздушная, и ты как будто, когда по ней едешь, вот по этой дорожке, такое ощущение, что ты просто в воздухе летишь. Вот есть ощущение, вот очень запоминаю. Было бы здорово, если бы эта территория получила бы статус заповедной зоны, ну, заповедника. Не то, что здорово, а то нужно очень важным поколениям будущим. Кроме храма Боговленина 2-го, здесь еще есть 2-й храм Александра Невского. Вот, он очень интересен тем, что он, по сути, не является памятником. То есть, в 20-й век обычно он так смотрит сквозь пальцы, хотя сама по себе архитектура интересная, и вообще это уникальное явление. Это место воедино связало и непобедимого воина Феодора, и святого князя Александра Невского. Как говорил у нас отец Виктор Грецкий, который тоже много здесь потрудился, это лавра армии и флота. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок